Как узнать, какую мощность выдерживает кабель или провод? В первую очередь нужно разобраться с тем, какую нагрузку, т.е. ток выдерживает тот или иной кабель. Кабель состоит из проводов. Провода имеют определенное сечение, причем в кабеле эти все сечения каждого отдельного проводника одинаковые. Вот от размера этого сечения, т.е. от площади поперечного сечения и зависит та нагрузка, тот ток, который максимально может переварить кабель. Далее мы все переведем это в мощность, но пока давайте разберемся с током. Итак, любой кабель состоит, как правило, из одной, двух, трех, четырех и пяти жил. Реже этих жил больше. Наиболее распространенные от двух до пяти жил. Например, для однофазной нагрузки требуются три жилы. Это фазный, нулевой и ПЕ-проводник, если есть заземление. Для трехфазной нагрузки это три фазы, это нулевой и ПЕ-проводник, опять же, если есть заземление. Эти жилы, т.е. все жилы и имеют сечение. Обычно оно от одного с половиной до десяти шестнадцати квадратных миллиметров, если мы рассматриваем бытовые обычные нагрузки для квартиры и для домов. Вот отталкиваться нужно именно от этого сечения. Например, возьмем сечение два с половиной квадратных миллиметра медной жилы. То по таблицам ИСПУИ, а также ГОСТ 505-71.5-52-2011, мы можем увидеть максимальное значение тока для этого сечения. Это от двадцати одного до тридцати ампер, в зависимости от количества жил. Если взять более детальные показания, то по тому же ГОСТ по таблице С это получается двадцать семь ампер. Помним, что это допустимый длительный ток. По сути, это максимальный ток, который способен выдержать кабель без разрушения и длительно. При этом температура при подобном токе составляет не менее шестидесяти пяти градусов по Цельсию. Теперь поймем, как из тока получить мощность. Мощность равна ток умножить на напряжение. Стандартными и нормами у нас принято, что однофазное напряжение у нас равно двести тридцать вольт. Таким образом, при однофазной нагрузке на два с половиной квадратных миллиметра при токе максимальным допустимым длительным двадцать семь ампер получаем мощность равную двадцать семь умножить на двести тридцать это шесть и два киловатта. Но это предельные возможности этого кабеля. Помните, что чтобы кабель служил долго исправно, его нужно правильно защищать, чтобы кабель не перегревался, не рассыхался и служил долго. Для этого нужно ставить верную защиту, то есть автоматический выключатель с правильно подобранным номиналом. Для этого можно воспользоваться нашей таблицей, где указано в зависимости от сечения необходимый номинал автоматического выключателя. Помните, что любой автоматический выключатель никогда не отключается на своем номинале. Есть условный ток расцепления и не расцепление. Так вот, условный ток расцепления равен 1,45 номинала, при котором в течение одного часа автомат должен отключить нагрузку. То есть для 16-амперного автомата этот ток равен 23,2 А. Если поставить автомат на 20 А, то это уже 29 А, а это уже превышает допустимый длительный ток по сечению кабеля, который мы выявили с вами чуть выше. Что касается трехфаз, то перевод тока в нагрузку, в нашем примере это 27 умножить на 230 умножить на 3, либо другой формулой воспользоваться, 27 умножить на 400 умножить на 1,73, получается 18,6 кВт. Но опять же, это предел для этого сечения в случае трехфаз. Тут снова нужно помнить про правильный верный номинал защиты. Соответственно, если это также 16-амперный автомат, то для 2,5 квадратных миллиметров рассчитываем мощность как 16 умножить на 230 умножить на 3 равно 11 кВт. При этом автомат 16 А даст пропустить в течение одного часа нагрузку равную 16 кВт. Потом отключится автомат и защитит кабель. Если ваша нагрузка потребляет больше, то необходимо использовать кабель большего сечения. Тогда им можно поставить более мощный автоматический выключатель. Все таблицы я прикрепляю к этому видео, чтобы вам было удобнее. Вообще, много других полезных материалов можно найти у нас на сайте в разделе «Центр обучения. Материалы». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!